Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду показывать вам, как я работаю с фиалочками. Разные приемчики, которые у меня хорошо получаются. В общем, смотрите, может быть, узнаете что-то новенькое для себя. Для начала немножко расскажу, как в прошлых видео я показывала, как я укореняю листы глоксиней вот в таких зип-пакетах. Там образуются клубишки и деточки. Вот у меня тут разные листочки, у некоторых уже деточки. Вот так я их ставлю в тортовнице, на полочки. Или вешаю потом просто на сетки, на остатки света. И они так растут. Сейчас буду показывать вам точно так же, как я делаю с фиалочками. Вот, к примеру, глоксиня. Вот и у нее уже деточка. Ей всего лишь 2,5 месяца. А тут вот такое чудо уже. Нужно вот брать, заниматься, пересаживать. Очень удобный способ. Вот с глоксинями постоянно так делаю. И с фиалочками тоже наловчилось так делать. Вот еще один листик глоксиней. Прекрасно укоренился. И вот я чувствую, что уже там есть клубишок. Сейчас покажу даже. Вот он. Вот. Вот получается такой клубишок. Надо будет листочек обломить, чтобы пошел росточек. Вот буду заниматься сегодня. Или на днях этим. Очень хорошо это делать с глоксинями. И с фиалочками тоже. Удобно. Так, вот, к примеру, фиалочка у меня уже отцветает. И можно брать с нее листочки на размножение. Так, просто вот обламываю. И все. Прямо под самый стволик. Начиная с самых нижних. И так по спиральке. И отцветшие цветоносы тоже надо удалить. Вот. Прямо практически до самого, до самой макушечки можно брать листочки. Ну, а эти пока оставлю. Пусть еще немножко подцветет. Вот. Так, а у фиалочки, у этой стволик получается, немножко оголился. Ничего страшного. Я сейчас просто подсыплю сверху земли. Вот так. Чтобы он окоренялся. Появлялись корешки. И дальше она у меня будет расти. Потом еще она даст много новых листов и цветов. Вот это как бы даже стимуляция для скорейшего цветения. Все. Теперь ее обратно на полочку. Вот так на фитильном поливе у меня растут фиалочки. Фитилек тянет воду сколько нужно. Ни большие, ни меньшие. И так растут они прекрасно. Потом, впоследствии, когда я еще буду брать с нее много листов. Уже ведь мне надо все время укоренять листы, чтобы продавать. Стволик еще больше оголится и уже будет вылазить практически отсюда из бутылки. Я потом просто возьму ее и пересажу поглубже уже. Так, сколько у меня листочков получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мне мало. Мне надо 16. Так, вот еще 9 штучек с другого сорта оборвала. И сейчас я их буду сажать. Беру вот такие пакетики с замочком. Зип-пакеты. Они размером 10 на 15. Что для глоксений, что для фиалочек. Они прекрасно подходят. Земельку тоже всегда беру пушистую, рыхлую. Вот, насыпаю примерно столько. Вот такое количество земли вполне хватает. Для того, чтобы корни появлялись. Чтобы детки появлялись. Просто втыкаю и все. Если чувствую, что маловато налила, потом немножечко подолью. Вот так, например. Так, это у меня сорт был. Ми-ми-ми. А-в-ми-ми-ми. Вот немножко у меня спортировался. Кстати, хочу вам обратить внимание. Окраска у него не такая должна быть. Он должен быть светлый. И вот с такого цвета. Такой, как бы малиново-вишневой каймой. А вот этот тут затемнился. Ну, вот он уже на продажу не пойдет. Потому что это уже не сорт, а спорт получился. Я просто его сажаю вот так вот. Чтобы показать вам чисто для видео. Себе оставлять, конечно, я уже эти листы не буду. А так хорошие фиалки, как бы сказать, мне хочется на цветение оставить. Чтобы потом их сфотографировать, видео снять. А вот этот сорт, он в принципе уже и отцвел. И он как бы мне не нужен на разведение. Я поэтому просто для видео показать вам, как делать. Вот с помощью зип-пакетов сажать. А вот этот сорт, Ле Полина Виардо. Такой пестролистненький. Он мне нужен, я его оставлю. Так, и вот сейчас все листочки. Не прижимаю ничего, просто вот так втыкаю и все. Ну, хорошо ему там уютно будет. Уже так сажала миллион раз. Глокси-ниток вообще уже только так и стала сажать. Некоторые листочки фиалок сажаю вот так. Обычно стаканчики, некоторые вот так. Смотря как у меня место. Это все делается для того, чтобы место экономить. Потому что вот эти пакетики, их можно поставить компактно. И они практически свет будут получать. Но пространство экономить. Можно даже и на остатках света их выращивать. Вот как я на торговые сетки вешаю их рядами. И потом на полочку вешаю. И они у меня там на остатках света прекрасно растут. Так, и последний листочек этого сорта. Хотя, может быть, и оставлю для себя. Не как сорт, а как спорт. Потому что все равно розеточка очень хорошая, аккуратненькая. Все такая компактненькая. Цветы, в принципе, тоже красивые, махровые. Почему бы не оставить его? Много не буду. А немножко, наверное, вот эту партийку оставлю. Может быть, кто-то захочет и такой сорт заиметь. Точнее, сорт спорт. Так, это у меня АВ. Ми-ми-ми. Сразу бирку. Так, ми-ми-ми спорт. Так, сегодня у нас 16 декабря 2018. Бирки всегда карандашом простым пишу. Потому что они выгорают. Так, вот это у меня один сортик. Теперь этим сейчас буду заниматься. Ну вот, почти уже все посадила. Вот оставила один листочек. Еще вам сказать такой момент. Наверное, вы обратили внимание, что я как обломала листы, так я их и сажала. Срез не подрезала, не обновляла. Просто обломанными ножками так и сажала. Это я специально делаю. Дело в том, что когда, тут такой есть секретик, когда обламываешь листочек, именно он получает натяжение тканей, а не срез, то в нем вырабатываются такие гормоны, которые вызывают быстрое появление корней и деток. Вот для этого просто обламываю, а не подрезаю. У этих листочков всех ножки более-менее коротенькие были. Вот с длинными ножками нежелательно. Но если ножки длинные, то просто вот так обламываю и все. И отрываю. Даже если здесь какие-то вот ранки появляются, ну, мнется он немножко, ничего страшного. Это наоборот хорошо для него, потому что вырабатываются вот эти самые гормоны появления деточек. Так, и последний листочек. Листочек тоже посажу. Вот такой маленький секретик. Кажется, такой небольшой момент, но важный. Все боятся именно ломать листы, обновляют срез, там, да еще стерильным там ножичком. Ну, а я наоборот вот так обламываю. Это я прочитала в одном журнале, в каком-то зарубежном, еще давно, наверное, лет 10 назад. Такой именно факт. И потом его стала применять. Так вот, прошло всего несколько минут. И я уже целую кучу вот так вот насажала. Потом я их вот так составляю. На задний план листочки, которые подлиннее. На передний план те, которые поменьше, покороче. Вот таким образом. Так, плотненько, плотненько. А эти вот сюда, сбоку. Так, и последний листочек. Можно его, можно его вот так. Немножко потеснее. Вот, все. Почему я сказала, что мне надо 16 штучек? Потому что я их вот так потом ставлю. Вот, я уже высчитала в одну тортовницу. У меня помещаются 16 штучек. И хорошо, потом они здесь укореняются, растут, дают деточки. Кажется, что как бы они затеняют друг друга. На самом деле, фиалочкам не так уж много цвета надо. Им меньше, чем глоксиньям надо. Ну, а лампы у меня люминесцентные, им вот вполне этого хватает. Я уже много раз так выращивала и убедилась, что вот таким образом прекрасно они растут. Потом я их вот сюда, на полочке ставлю, где у меня и глоксинии растут. Мои вот несколько ярусов. А здесь, на нижних полочках, вот как раз есть место, чтобы фиалочки поставить. Это у меня в основном здесь листы глоксинии. И вот новопосаженные фиалочки тоже сюда поставлю. Им здесь будет прекрасно, хорошо. Месяца два вообще не заглядываю, не смотрю. Пакет закрыт герметично. Влаги им вполне хватает. Полив, в принципе, не нужен. За это время у них образуются корешки. И у некоторых начинают появляться деточки. Ну, где-то месяца через два-два с половиной начинаю проходить, смотреть, не высохли. Которые высохли, если то, полью, пройду. Открою пакетик, просто налью туда также запрыскиватели воды и все. У которых деточки есть, то те достаю, чтобы пересаживать деточки. Либо вешаю на сетки. Вот так вот. Это у меня листы глоксинии в основном висят. Ну, сюда можно будет, рядок тут есть. И фиалочки развешать тоже. Очень удобно. Потом эти сетки ставлю, вешаю, вернее, на полочки. Вот у меня эти сетки висят лицом к цвету. Тут на маленьких крючочках приспособлены. И так им вполне хватает цвета. Очень хороший метод, чтобы экономить место. Потому что нам, цветоводам, места, сколько бы его не было, всегда мало. И я вот так делаю. Так, а вот эти уже давно у меня сидят. Хочу вам показать, что получается. Вот эти уже деточка есть. Вот в основном у всех есть деточки. Тут тоже малюсенькая деточка есть. Вот так они потом дают пучки деток. Вот еще маленькая детка есть. Так, это у меня АВ, подмосковная роза. Вот нужный сорт. Тут целый пучок деток появился. Вот они маленькие. Пока они еще маленькие, чтобы их брать и высаживать. Я еще немножко подожду, пока детки станут уже хорошего размера. Примерно вот. Ну, где-то такого. И потом можно будет доставать. Просто разрываю пакет. Достаю и отсаживаю большие деточки, которые маленькие. Вместе с материнским листом детки обратно сажаю. Ну, стаканчик, например, или тоже в пакет. И пусть они дорастают. Ну, так потом выглядят мои диалочки, посаженные в таких пакетах. Вот я говорю, не надо брать такую длинную ножку. Потому что потом листочек, когда укоренится, сам лист тоже начинает расти. И может просто поломаться, упираться в пакет и просто треснуть. Так что лучше брать ножку покороче. Вот у этих я совсем короткие ножки брала. Но и то даже они все равно выросли. Просто обычным способом сажаю в стаканчики и в зип-пакеты листочек. Так, вот этот сорт у меня голубой туман. В принципе, пора его посмотреть. Так. Какие там детки. Вот три месяца не заглядывала. Сегодня смотрю, вон там уже деточки хорошие. Вот сам лист даже уже устаревать начинает. А деточки вот хорошие. Некоторые из них, вот парочку большеньких, можно отсадить. В стаканчиках тоже хорошо. Так. Сейчас посмотрим. Сколько тут можно будет отсадить. В принципе, много этого сорта мне не надо. Он у меня уже разведен. Может быть, штучки две-три. Самых большеньких. Вот так вот. Отломать их потихонечку. Так, все. С этой стороны. Это большенькая. Да, они, в принципе, все тут большенькие уже. Так, тут целых две. Вот. Разделить их аккуратненько. Все. Ну, эти тоже большие. Я думала, здесь кучка маленьких. Две большие и кучка маленьких, как обычно. А тут, в принципе, все. Все хороши. Так. Это у меня получится. Раз, два, три, четыре. Четыре хороших. Нет, пять. Пять нормальных деточек. Так. А вот здесь еще есть зачатки. Маленькие, прималенькие. Если приглядеться, тоже будущих деток. Этот лист вместе с этими зачатками можно посадить обратно. И оставить дорастать. Вот. Ножка какая длинная выросла. Вот. Всегда говорю, брать короткие ножки. Потому что потом это получается мучение. На того и гляди. Просто треснет и все. Сам лист еще, ну, хоть и устаревает, но, в принципе, еще жизнеспособный. Оставлю еще. Так. Осторожно. Обратно в тот же пакетик. Вот. Какое мучение потом с длинными ножками. Хоть даже и коротенькую ножку посадишь. Все равно она вырастает, вытягивается. Так. На уголочек его. Вот. Все. Поместился. И обратно на полочку. Пусть еще дает деток. Вот так. А с этими сейчас будем... Так. Посмотрю, какие из них в горшочке. Какие в стаканчики. Вот, наверное, три в стаканчики посажу. Одну. Это самое большее. Вроде бы и корни хорошие. Посажу в горшочек. Если в стаканчики сажаю, то вот в такие... Не знаю, сколько здесь грамм. Наверное, 150-200. Не знаю точно. Так. Тоже насыпаю в этой же землячки. Полить надо. Сажаю, главное, чтобы не заглубить серединку, точку роста. А то фиалочка может погибнуть, если точку роста засыпать землей. Все. Вот, вполне хватит. Еще немножко полить. Обмыть точку роста, если надо. Все. Все нормально получилось. Так. Земля у меня вот постоянно спрашивают, какая земля. Вот, раньше я все время покупала теравиту. Но она как-то ничего нормального качества была. Ну и по цене довольно сносно, демократично. Так. У этого почти нет корней. Один маленький. Но это ничего страшного. Все равно он приживется, окоренится. Потому что во влажных условиях будет сидеть. А в последнее время что-то теравита, ну настолько качество упало. Какая-то плесень в ней, какие-то куски непонятные, состав какой-то стал. То куски, то какие-то палки, ткань какая-то. Ну, в общем, качество резко упало и цена возросла. Поэтому я перешла на нейтрализованный торф. Покупаю его на базах, на оптовых. Там, где продают семена. Ну и всю такую продукцию, связанную с семенами, всякие удобрения. Там же и продают и грунты. Вот я там покупаю. Потому что, ну на базе все-таки, так как цена оптовая. Ой, пакет беру, сейчас было автоматически. Цена оптовая в два раза дешевле можно купить. Потому что мне земли очень много надо. Покупаю прямо 100-литровыми мешками. Так. Вот. Поэтому мне, как бы, качество и цена тоже имеет огромное значение. Потому что расход земли у меня очень большой. Не то, что это я там пакетик земли купила. Несколько цветов посадила. А сажаешь тысячами. Поэтому и земли надо много. Конечно, цена играет роль. Ну вот, в последнее время стала покупать нейтрализованный торф. Так, это у меня пойдет в горшочек. Сейчас покажу, как сажать в горшочек. Так, вот эти сейчас упакую. А, берку надо подписать. Ну вот, одну подпишу, что у меня этот сорт. Потом уже отдельно, чтобы ваше время не занимать. Подпишу все бирки. Нейтрализованный торф стала покупать. Он такой. Ну, тоже там попадаются всякие куски и палки. Тоже приходится просеивать. Но все-таки получше, чем теравита. И подешевле. Поэтому вот последнее время нейтрализованный торф использую. И добавляю туда либо перлит, либо вермикулит. Ну, для разрыхления. Потому что сам торф, он хоть и мягкий. Но, когда поливаешь, он становится вязким. И могут закисать растения. Поэтому приходится какой-то разрыхлитель. Ну вот, вермикулит. Вермикулит использую в последнее время. Потому что он тоже по цене мне подходит. Играет, можно сказать, решающую роль. Перлит, конечно, он сильно подороже. А вермикулит тоже для меня доступен. Ну, и вроде бы как тоже хорошо. Вот в сочетании с торфом. Примерно 60% торфа беру. И остальное 40% вермикулит. Все, эти у меня тоже пойдут на полочки. Под свет. Так, сейчас покажу, как в горшочек я буду сажать. Где у меня горшочек. Вот, такие маленькие горшочки. Надо сажать фиалочки. Большие не надо. Потому что они будут очень сильно наращивать зеленую массу в больших горшках. А вот в маленьких горшочках. Вот примерно такого объема. Можно чуть меньше или чуть больше. Но вот такой, как я считаю, оптимальный. Они быстрее цветут. Потому что, вот еще один секретик у фиалочки. Продеваю фитилек. Из синтетической нитки. Еще один секретик у фиалочки. Что, когда корни ее касаются дна. Ой, на грустенок горшочка. То это у нее вызывает тоже появление гормона, вызывающего цветение. Вот гормоны очень важны для растений. В общем-то, как и для людей. Гормоны это режиссеры всего состояния организма. Хоть человеческого, хоть растительного, любого. Поэтому, вот, маленький горшочек, когда. То фиалочка быстрее зацветет. Так, сейчас маленечко полью. Сейчас объясню, для чего фитилек. Ну, кто смотрит, меня постоянно уже знают, для чего. Все, опять же, не заглубить, главное, в серединку. Так, это я сейчас уберу. Вот сюда. Вот, допустим, у меня в таких поддончиках растут некоторые цветы. Это глоксинии. Вот сюда же и фиалочку поставлю. У них тоже есть фитилек. Вот у каждой. И делаю поддонный полив. В принципе, это тот же самый фитильный полив. Только не вот так, вот, как в единичных, так сказать, в индивидуальных емкостях. А вот в таких общих. Тот же самый фитильный полив. Все, вот так и поливаю. Это тоже делается для, во-первых, для экономии времени. Потому что, ну, каждую аккуратненько полить, это тысячи их поливаешь, когда это надо тоже терпение и время. А вот так где-нибудь в свободную, в свободную щель ливанул, просто воды быстро и все. И они возьмут столько, сколько надо. И как бы знаешь, что не упустишь момент, не пересушишь. В общем-то, как бы это тоже играет значение, когда они особенно маленькие. Вот пересушить ком земли, они могут просто погибнуть или сбросить цветочные почки, которые у них уже закладываются. Так что вот пересушивать земляной ком ни в коем случае нельзя. И вот это уберегает. Ну, день-два не прихожу, допустим, три, даже иногда четыре. Я знаю, что я полила, у меня здесь вода даже стоит. Никакого гниения, никаких болезней, ничего от этого не бывает. Витилек тянет воды столько, сколько надо. Не больше, не меньше. Так же, как и здесь. Точно так же и здесь. Они прекрасно растут. И я знаю, что у меня ничего не засохнет, ничего не погибнет. У меня там налито, полито, в резервуарах здесь, везде вода стоит. Прихожу, смотрю, уже выпили. Раз опять ливанула. Ну, в общем-то, вот и все дела. Вот эти вот деточки, которые я сейчас только что пересадила, оставлю так же расти в этих пакетиках. Пусть они немножечко подрастут. Примерно вот от такого состояния, когда они вот такие большенькие станут, то тоже вот так же пересажу на фитильный полив на бутылки. Тоже не поливаю, не смотрю. Вот так они месяц-полтора у меня еще подрастут. Потом уже прохожу, смотрю, когда они. Смотрю, уже такие большенькие, как вот этот, к примеру. Тогда уже беру и пересаживаю. А пока поставила их вот сюда, на полочке. Тут у меня много разных деток, листочков посажено. Вот здесь они у меня и будут подрастать. Много еще разных штучек хотела показать с фиалочками. Ну, видео и так получилось очень длинным. Так что уже покажу в следующих видео. Ну, а на сегодня все, дорогие мои зрители. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok